Это последний эпизод моего кулинарного путешествия по Южной Африке. Для его завершения нет места лучше Italian Kitchen. Почему? Здесь работает шеф-поваром Гарт Мортон. Он был моим помощником, когда я путешествовал по Африке. Завершить свой путь с близким другом – это просто прекрасно. Я с нетерпением жду возможности поработать с приятелем. На сей раз я больше не его босс. Теперь он мой. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю, я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской Республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Гард? Гард? День первый. Италийн Китчен. Привет, парень. Мы вновь вместе. Это был долгий путь. Вижу. Теперь ты будешь кричать на меня. Да. Гард, гард. Добро пожаловать. Что меня ждет? Мы просто пойдем и повеселимся. Я хочу показать свои фирменные блюда, потом я скажу официантам их выносить. Тебе придется попотеть. Надеюсь, ты не напортачишь на кону мое имя. Ладно, спасибо. От всего сердца познакомь меня со всеми. Ладно, Уильям. Привет. Привет. Это Лиза. Привет, Лиза. Рад знакомству. Это Мзи. Мзи. Приятно познакомиться. Мой специальный человек по пицце. Он супер. Красивый, уютный, очень уютный. Посмотрим, как тебе будет работаться. У меня есть фартук. Не розовый? Не розовый. Строгий стиль. Начнем с томатного соуса. Мы его делали миллион раз. Ну и что? Соус наполитана. Вот лук. Пойду принесу чеснок. Почему-то моя работа на кухне всегда начинается с ростки лука. Уиларус. Это так. Так, лук сюда. Ты этого не видел. Я тобой горжусь. Когда мы с тобой начинали, это было три, четыре, пять лет назад. Несколько лет назад. Понимаешь, приятель, ты тогда не был шеф-поваром. Не был. А теперь посмотри на себя. Молодец, парень. Вот так. Я открою секрет тебе. Я расскажу, как готовить песто из сушеных томатов. Мое фирменное. Берем три-четыре горсти томатов и режем. Тебе нравится? Знаю. Я вижу ее приближение. Вся грязная работа на кухне. Ты долго режешь? Ну, как тебе? Нарежешь шнитт-лук? А еще у нас есть укроп. Это все в блендер. К сожалению, на кухне нет зестера. Он не нужен. Используем терку. Я обычно беру два лимона, только цедру. Без белого слоя. Он горький. Будешь тереть вечно. Это выглядит нелепо. Ты ободрался? Нет, нет, шеф. В твой томатный соус нужно столько цедры. В соус с наполитана. Ты где витаешь? Мы готовим песто из томатов. О, черт. Да, соус с наполитана закипел. Я убавил газ. Пусть варится несколько часов. Без белого? Парень. Горькое. Все, хватит. Хочешь заняться с блендером? Да, шеф. Почти все. Боже, ты так долго. Давай, ты закончил. Теперь ты не любишь делать лазанью. Угадай, чем займешься. Тыква для тебя уже варится. Варь до мягкости и сделай пюре. Итак, готовим фарш, тыкву, бешамель, пасту, а в конце добавляем сыр. Должен сказать, меня впервые заставили давить фарш для лазанья. Иначе будет комками. Да, звучит разумно. Ты такой счастливчик, для тебя приготовили белый соус и пиква тоже. Парень. Парень. Ерунда, полная чушь. Командная работа. Итак, я поделюсь первыми впечатлениями от кухни Гарта в ресторане «Италлин китчен». Впрочем, с кухней это не связано. Это связано с тем, как вырос Гард. Я знаю его с тех пор, как ему было 21-22 года. Он превратился в замечательного шеф-повара. Это действительно приятно. Наблюдать за успехами своих друзей. Гард многого добился. У него есть собственная кухня. Я вижу, как Гард уверен, как он руководит этим местом, как его уважают сотрудники. Это просто прекрасно. Единственное, чего я боюсь, это что он меня выведет. Приготовлено в Африке. Что дальше? Приготовим рульку. Айсбайн? Только копченый. Что? Рульку. А я думал, какую-то пульку. Ты сам так сказал. Это, наверное, из-за кольца во рту. Ты не можешь внятно произносить слова. Не пульку, а рульку. Когда это кончится? Подготовка, подготовка. Нам понадобится алкоголь. Пожалуйста, сбегай во внутренний двор. Найди там лавр и сорви несколько листьев. Три-четыре. Как я обычно делаю. Они свежие и ароматные. Надрезаем край. Гард, впервые слышу, чтобы кто-то надрезал лавровый лист. Теперь ты меня учишь. Нарезаем небрежно. Да, и целая банка горчицы. Обычно я кладу три столовых ложки английской. Возьми черный перец, он позади. Берем чашку муки, наливаем воду. Это загустит соус. Хорошо, что дальше? Нижнюю часть нарезаем. Нужен только жир. Не надо срезать слишком много мяса. И лицом вниз. Да, кладем на ту сторону, где осталась кожа. А теперь закроем фольгой. Мзи, принесешь сюда хлеба? Конечно. Ставим дальше. Рядом с лазанью. Часа на четыре? Я покажу, как готовить букатини с креветками и песто. Его сделали утром. Оливковое масло. Все на одну сторону? Да, кладем все креветки на одну сторону. Где твой бульон с креветками? Не знаю. Выжмем лайм. Займешься пастой? Слегка приправим солью. Последний штрих. Немного укропа. Положим сверху рукколу. Добавим кусочек лимона. Готово. Гарт, это вкусно. Я так горжусь Гартом. Я смотрю на него и вижу, что в его блюдах нет ничего вычурного. Это просто и вкусно. Такой и должна быть еда. В каждом городе мира есть место для пятизвездочного ресторана, для нескольких таких ресторанов. Но более востребованные рестораны вроде Italian Kitchen и блюда в духе Гарта. Еду готовят с любовью. Главное, вкусы комбинации. Гарт думает, как лучше сервировать эту прекрасную еду на тарелке. Поспешим и подождем? Поспешим и подождем. Ладно, мизанплас в порядке. Все стоит вон там. Ризотто на готове. Меня беспокоит мясо. А, его уже несут. Ты только посмотри. Потрясающе. Я вижу, мясо стало совсем нежным. Дадим ему немного постоять. Теперь ждем. Часть работы в ресторане – то, ради чего живут повара и шеф, повара обслуживания. Все отлично. Пока два заказа. Посмотрим. Букатини с грибами и филеем. И букатини с грибами. Надрежем вот тут. Берем и отрываем. Режем небрежно. Пожалуйста, принеси из холодильника грибы. Ты любишь свою работу. Это не работа. Это приключение. Да. Немного подрумянием. Перевернем. Мясо с кровью. Положи тимьян. Одну-две порции. Пока одну. А теперь грибной соус. Джаз, заказали две порции запеченной рыбы. Ясно, сейчас мы запечем томаты черри. Соль, перец, рыба готова. Лимонный сок. Перед тем, как доставать, положим сверху пармскую ветчину. Хорошо, она станет хрустящей. Прекрасно. Печеный чеснок, пюре с петрушкой. Кладем по центру. Я научился этому только вчера. Срезаем у лимона края. Так мы его отожмем, и он не начнет прыгать по комнате. Итак, я нашел точку опоры. Чтобы устроиться на кухне, нужно некоторое время. Спасибо за понимание. Главное то, что в пятницу и субботу я смогу помочь. Сегодня ты был снисходителен, но... Да, мы добры к новичкам. Новый заказ. Порция кальмаров. Карбонара с грибами. Букатини с креветками. Арнольд. Подведем итоги первого дня на кухне с Гартом и Уиллом. Мне было приятно. Рад, что сегодня было не слишком трудно. Мы знаем, что на завтра и на вечер субботы все забронировано. Но сегодня все было тихо и мирно, а блюда просты. После 12 ресторанов для меня это легкий бриз. Я несколько раз обжегся. С нетерпением жду более напряженной ситуации в ближайшие два дня. Мой первый день в Italian Kitchen был легок. Каждая секунда хороша, но приятнее всего мне было готовить с моим другом Гартом. Приготовлено в Африке. Это один из тех вечеров, ради которых живут повара. День второй Italian Kitchen. Вы знаете, это будет и начнется... Приедут первые гости. Да. Начали. Так, грибы, филе Букатини с креветками и три пиццы. Да, шеф. Да. 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 Смятый зеленый лук. Спасибо. Первый заказ, номер один. Печень в панировке. Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, дуршлаг. Сладкий соус чили. На пробу для меня. Гард. Этот вечер будет безумным. Я чувствую. Следующая на вынос. Ты меня запутал. Я предпочитаю подать это на столик, а не давать на вынос. Столик готов, а на вынос можно сделать потом. У нас есть приоритеты. У меня две. Моя кухня, мои правила. Стой тут. Прости. Желтая бикини в белый горошек. Замечательно, приятель. Я не боюсь. Знаешь что? Я могу надеть этот фартук. Новичку. Да, приятель, я тебя достану. Наконец, после всех лет. Ты ждал такой возможности? Над чем смеетесь? Каждый раз, как выглядываю, еще один столик. Еще один столик. Лазанья. Лазанья. Мы ее сегодня сервируем? Лазанья и балароника. Мы всегда тебя ждем? Ты работаешь. Я сделал ошибку. Как огузок. Забыл, как делать букатини с грибами. Букатини с грибами и филеем? Без филея. Грибы на сковородку. Да. И жаришь. Ясно. Кто стащил грибы? Класс, парень. Класс. Много масла. Букатини с грибами готовы. Спасибо. Джей Пи, Джей Пи, ты меня выводишь. Ты меня выводишь. Соберись. Сконцентрируйся на закусках. Девятый стол. Когда ньокки? Когда будут ньокки? Сейчас. Ладно, две с овощами. Это букатини. Это букатини. Да, а другую несите на... Порядок, а ты? Вы гармонируете. Нет, мы просто оба в розовом. Мы парни в розовом. Видишь? Ты розовый сверху, а я розовый снизу. Десять минут, парни. Десять минут, и они могут уйти. Спасибо. Это он. Я прислужник на кухне. Половина двенадцатого. Быстрее на кухне. И все. Официальное обслуживание заканчивается. Несут последний заказ. Мне понадобилось тринадцать недель, чтобы понять одну вещь. Кухня превращает парней в мужчин, девушек в женщин. Эта обстановка формирует, открывает двери. Не можешь выдержать накал кухни, выбываешь. Я с этим накалом справился. До свидания. Приготовлено в Африке. Это мой последний день в Италийн Китчен с Гартом. День третий, Италийн Китчен. Сегодня в ресторан придут наши родные и близкие. Надо блеснуть. Мы пойдем в студию шоколада и сделаем десерт. А когда вернемся, займемся приготовлением большого количества оссобука для родных и друзей. Их просили прийти в семь в полвосьмого. Мы пригласили всех друзей. Будет здорово. Приступим. Как ты приятель? Чтобы немного сбросить напряжение кухни Гарта, мы отправились к Диму. Он научит нас готовить классный шоколадный десерт. Нет ничего лучшей студии шоколада Линд. Прости, мы опоздали. Дима Сематос, все в порядке. Мы вчера поздно закончили, как ты видишь, по мешкам у меня под глазами. Было... Да, было тяжко. Рад, что десерт готовишь ты. Все под контролем. Приготовим Мадагаскар 65, сливочный мусс. У меня есть малина. В довершение добавим крем шантильи. Вот и все очень просто. Ясно, с чего начнем? Это нужно растопить. Сделаем это по старинке на паровой бане. Растопим и добавим хлопья. Это пролине и то, что называют фейлетин. Это надо перемешать и все. Красиво. Да, можешь выложить первый слой, столько, сколько захочешь. А что положим сверху? Мусс? Мусс, который мы приготовим. Единственный важный момент. Нам надо, чтобы основа затвердела, иначе, когда положим мусс, она его впитает. Любой из них нас осчастливит. Ставь в холодильник. Приступим. Убирать. Доставим в холодильник. Итак, для мусса нам нужен шоколад. Еще тут есть молоко и сливки. Мы сделаем следующее. Нагреем в этой кастрюле молочную составляющую. Положим туда шоколад. Молоко загустеет. Получится почти что ганаш. Взобьем сливки и замешаем туда. Пока эта смесь еще теплая, добавим в нее желатин. Этот десерт напоминает панакотто или нечто подобное. Перельем это в большую миску. Неужели я облизнул твой палец? Господи. Так, думаю, пора добавлять сливки. Налей немного. Как только компоненты смешаются, увидите красивую консистенцию. С этим все. Что делаем дальше? Дальше делаем так, как я рассказывал. Видишь, все выровнялось. То, что нужно. Они красивые, одинаковые формы. Мы их глазируем. А потом? Поставим в холодильник. Сейчас мы приготовим глазурь. Мы покроем этим наш мусс. Сначала сливки и молоко. А, потом сливки. А теперь глюкоза. Довольно липкая смесь. Клади шоколад. Я здесь могу обезуметь. Все равно, что свидание каждый раз, как сюда заходишь. Замачиваем. Теперь добавляем в смесь желатин. Перемешать? Мешай. Готово. Надо проверить. Хорошо, поливаем глазурью. Что? Что? Убедитесь, что глазурь есть со всех сторон. Вот и все. Пусть излишки стекут. Обычно такого половника хватает, чтобы покрыть. Верно. Гард, это просто... Гард, осталось 76. Осталось 40 миллионов. Что дальше? Возьмем готовую стружку из белого шоколада. Заводим лопатку снизу. Поднимаем и кладем на стружку. Вот и все, что нужно сделать. Теперь кладем его прямо на тарелку. Это довольно деликатный мусс. Хорошо. Пусть разморозится на тарелке. Это очень нежный мусс. Сервируем с малины и ложкой крема шантилье. Игард, игард? Как дела? Ты уже за работой? Да, я начал. Особука, тушеная телячья голень с резот. Это первый джаст. Приготовь сельдерей, обычный сельдерей и мелко нарезанный лук. Можно сыпать прямо сюда. Затем наливаем смесь вина и воды, один к одному. Две бутылочки воды. Вторая. Я не кладу. Я это не солю. Приправляем муку. Можешь насыпать чуть-чуть перца. Добавим репчатый лук. Хорошо. И немного корицы. Сейчас я нарежу масло. И этого количества хватит? Много не надо. Оно сделает соус сливочным. Два лавровых листа. Кидаем сюда. Теперь все это перемешиваем. Вот мой секрет. Совсем немного красного вина. Я добавляю его только для цвета. Мука, соль и перец. Обваляем мясо. Кладем на сковороду. Пусть подрумянится. Гард. В один слой кладем куски как можно плотнее. Все верно. И мой последний секрет. Телятина сочетается с лимоном. Все поливаем соком. Поливаем все мясо. Боже, ты сегодня так энергичен. Быстро, 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 быстро. Вот это да. Наш десерт прибыл. Собираем блюдо. Последний. Думаешь, хватит? Думаю, хватит. Знаешь, что джаст? В печи для пиццы будет башня. Мы все подготовили. Мизан-плас. С мизан-плас все. Теперь можно немного отдохнуть. Немного. В шестом часу обратно. Спасибо, друг. Это последний вечер моего кулинарного путешествия. О лучшем месте нельзя мечтать. Я с Гартом, и Оссабук готова. В любую минуту появятся первые гости. Мне сейчас немного грустно. Это была незабываемая поездка. Сегодня все подходит к концу. Конец пути. Что я буду делать дальше? Впрочем, я знаю, что буду делать в ближайшие пять часов. Там. Последний вечер. Только не плачь. Постараюсь. Пожалуйста, Уилл. Если заплачет, стукни его. Джастин, хочешь ложкой? Секрет открыт. Вы только полюбуйтесь. Какой мозг. Нежное мясо. Он ошарашен. Я истекаю с линой. Это так вкусно. Смотрите, приехали гости. Мы начнем с салата. Это долгая трапеза. В нем молодая зелень, молодой шпинат и тому подобное. Молодая зелень. Мы добавим туда авокадо и сыр камамбер. Ты займешься томатами, а я соусом с ягодным кули. Подготовим. Да, и подождем. Спасибо. Шалфей. Готовы? Хорошо. Одну ложку по центру. Отлично. Несите. У всех все хорошо? Хорошо? Все были довольны? Это можно определить по тарелкам, которые принос. Посмотри и убедишься. На тарелке остается нож, вилка и кости. Даже мозг высосан. Бульон не сваришь. Я не вижу Айоли. Думаю, пора присоединиться к гостям. Оставь все в руках Уиллы и Пипы. Видишь? На нее можно положиться. Спасибо Уиллу. Отправляйся в свое путешествие. Мы повзрослели. Только подумай, мы встретились. Все началось с короткого разговора. Если тебе понадобится тот, кто будет работать бесплатно, увидишь, что будет. Я вернусь к работе. Вот они. Джентльмены, было приятно работать. Буду скучать. Я тобой горжусь. Я знаю, тебе это нравится, но... У тебя за плечами долгий путь. Твое здоровье. Ладно, нанесем визит. Ведущий Джастин Банелло. Продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продюсер Келвин Хейворд. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...